Школьники из Старицкого и Сележаровского муниципальных округов перед зимними каникулами отправились в детский санаторий Прометей. Оздоровительный отдых организован при содействии депутатов законодательного собрания. 13 школьников из Старицкого и 9 из Сележаровского муниципальных округов перед новогодними каникулами отправились в детский санаторий Прометей под Тверью. В течение 21 дня дети будут здесь учиться и проходить санаторно-курортное лечение. Отдых с пользой для здоровья для юных старичан и сележаровцев был организован при содействии спикера законодательного собрания Сергея Голубева. Депутаты областного парламента Максим Пелюшкин и Александр Слепышев оказали содействие в приобретении подарков для ребят, спортивного инвентаря и настольных игр. В новогодние праздники депутаты и законодательного собрания, и депутаты других уровней, и федерального, и муниципального, активно ездят с поздравлениями, поздравляют детей, поздравляют ветеранов. Это именно тот период, когда необходимо максимально проявить внимание для тех, кто нуждается в заботе и защите. Детский многопрофильный санаторий «Прометей» расположен в живописном месте в Сосновом бару Калининского района. Здесь оказывается целый комплекс медицинских профилактических услуг. Программа пребывания детей в санатории весьма насыщена. Кроме школьных уроков, организованы игры на свежем воздухе, культурно-развлекательные мероприятия в центре досуга санатория. На этот раз в гостях у школьников побывали артисты Тверского театра юного зрителя. Театр с готовностью откликнулся на предложение Сергея Голубева приехать в «Прометей» со своим спектаклем. Хорошо принимают дети в области, не зависит от того, насколько далеко мы уехали от Твери. Деда Мороза, например, всегда принимают просто с распростертыми объятиями. Да и вообще спектакль хорошо смотрится. В преддверии Нового года дети с особыми чувствами ждут сказку. В санатории «Прометей» артисты привезли новую постановку. Режиссера Сергея Зюзина по произведениям современного автора Евгения Клюева. Сказки на всякий случай. Премьера спектакля состоялась в конце ноября этого года.